Приветствую вас! Я ответом на ваш вопрос под случай рассмотрения двух аспектов. Первый аспект – это аспект внешний, второй аспект – аспект внутренний. Внешний аспект касается того, почему вы не можете следовать плану, что вам не дает это делать, какие препятствия на этом пути у вас есть. Вам нужно выписать их на листочек бумаги и последовательно сказывать из них. И с каждым из них поработать для того, чтобы понять четко, с чем оно состоит и как с ним бороться. Что касается внутреннего аспекта, то момент здесь заключается в том, что для того, чтобы следовать плану, необходимо постоянно фокусировать на нем свое внимание. То есть не распилять его, не позволять себе отвлекаться, а для этого необходимо тренировать это самое внимание. И делать это необходимо постепенно через тренировку. Берем чистый лист бумаги и кладем его перед собой, фокусируясь, средотачиваясь только на нем и удерживаем так, скажем, в течение 50 минут. В этот момент вам не нужно допускать в свое сознание никаких других мыслей, связанных с иными предметами, иными действиями, иными. Вообще чем угодно, кроме белого листа бумаги. Вам нужно думать только о нем. Это достаточно тяжело, но со временем, после двух-трех раз, у вас все получится и вы сможете это сделать. Дальше время нужно увеличивать, таким образом тренировать фокусировку внимательно. После чего предмет нужно усложнять, то есть брать уже не белое лицо бумаги, а скажем, что-нибудь посложнее, какую-нибудь фигуру или что-нибудь еще, чтобы в фигуре было, в этом предмете было больше элементов, чтобы вы на большем количестве элементов могли фокусировать свое внимание. И тогда, собственно говоря, вы научитесь, научитесь не отвлекаться, не распылять свое внимание, не позволять в момент работы что-то иное допускать в свое сознание, и тогда отвлекаться вы не будете. Хочется отдельно заметить, что количество элементов, на которые человек может обратить свое внимание, это не такое большое, т.е. фокусироваться можно только на чем-то одном, но вообще, в желающем внимании удерживается от 6 до 8 элементов. И такое количество человек может удерживать в рабочем внимании, т.е. постоянно удерживать это. Но там есть свои тонкости, если хотите, я вам о них расскажу подробно. В любом случае, вам следует действовать именно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если я сделаю его лучше.